это просто офигеть что это такое хочешь интересных и веселых видео заходи на канал lion project угарные глюки в игры веселые прохождения и упоротые приколы все это ты сможешь найти тут как делишка ребятишки с вами снова адисон добро пожаловать майнкрафта в новую серию обзора новой версии minecraft 1.10 вышел новый снэпшот который внес игру много различных изменений а именно крюк захвата новые шахты в новых биомах и также ребята летающие мобы об этом вы сможете увидеть в этой серии а если вы хотите больше серии ребята я буду рад если вы влепите большущий палец вверх если мы сможем с вами набрать 3000 лайков на вот этой серии я завтра же выпущу новую серию где мы будем продолжать делать обзор на новую версию майнкрафт чтобы мы дальше продолжали узнавать что же нового будет в майнкрафте и какие изменения его ожидают поэтому ребята я верю то что мои подписчики смогут набрать 3000 лайков это ребята очень просто просто поставить лайк за одну секунду если мы все дружно соберемся все поставим лайк то 3000 лайков мы сможем убрать за один день и завтра же выйдет новая серия обзора также ребята подписывайтесь на мой канал потому что каждый попить для меня как друг рассказывайте об этом видео своим друзьям делайте репост в контакте чтобы больше не узнала что же будет нового майнкрафте и также ребята пишите свои комментарии что вы думаете о новой версии майнкрафта Хотите ли вы вот эти изменения и вообще нравится ли вам новая версия Minecraft Потому что они продолжают творить что-то, что-то странное Поэтому, ребята, на самые интересные комментарии я, конечно же, буду отвечать А сейчас, ребята, мы будем приступать к самой версии В первую очередь, что я хочу заметить, то, что когда только эта версия вышла Ну, в смысле, вот этот последний снэпшот, а вышел он где-то пару дней назад То они поменяли цвет лавы Лава была полностью красная Сейчас они это изменили, потому что, мне кажется, многим это не понравилось Но лава была полностью красная Вот прям полностью, полностью, полностью И я не знаю, ребята, мне кажется, они это поняли, что они нахимичили что-то И сразу же изменили это обратно на обычную лаву Потому что, мне кажется, новая лава бы никому не понравилась Да, ребята, а сейчас новое изменение Вы, кстати, знаете, что я не сказал в предыдущей серии обзора? То, что в Minecraft был добавен автоджампинг Так же, как в Pocket Edition, это, наверное, с него просто-напросто взяли То есть, если я буду прямо бежать, то у меня это все будет само прыгать Вот смотрите, ребята, я просто нажимаю Вот смотрите Чтобы вы не думали то, что я нажимаю на Space Я сейчас нажму вперед И смотрите, другую руку я держу тут Я нажимаю вперед И у меня сейчас это все само будет прыгать Сейчас нет, потому что я остановился А сейчас я пойду сюда И так же оно само прыгнет Это, ребята, было добавлено опять с Pocket Edition Это вы все можете выключить вот тут Автоджамп у меня включен Если я нажму Off, то мы его, ребята, выключим И больше само прыгать не будет Это, конечно же, все добавляется с Pocket Edition Но сейчас, ребята, давайте мы в первую очередь рассмотрим Новый круг захвата То есть, кошка Есть по какому-то военному термине Что это такое? Нам нужна, ребята, обычная удочка Но в эту удочку были добавлены новые механики А сейчас мы сможем делать это все как будто это крюк захвата Давайте, ребята, мы все подробно рассмотрим Сейчас с помощью удочки вы можете притягивать к себе вагонетку Допустим, как видите, я смог закинуть удочку в вагонетку Если я нажму правую кнопку То я смогу ее к себе притянуть То есть ранее в версиях Майнкрафта вот такого не было Сейчас, как видите, ребята, я могу притягивать вагонетки к себе И это, если честно, очень как круто Да, ребята, сейчас давайте мы рассмотрим, что еще было добавлено Сейчас, ребята, кстати, вот тут так удачно зомби заспанился Вы также, ребята, можете притягивать мобов к себе Вот смотрите, вы можете притягивать мобов к себе А с помощью вот этой, вот этой, вот этой удочки Ну или крюк захват, ребята, называйте как это угодно Я могу пойти сюда, нифига себе, сколько тут мобов Я могу просто кинуть в башку скелету И нет, давайте зомби вот так И притянуть его к себе Не намного, но все же, ребята, вы видите то, что он притягивается Ранее, как я уже сказал, в последних версиях Майнкрафта этого не было Это было добавлено только сейчас Сейчас, ребята, как вы можете видеть С помощью удочки вы можете нажимать на деревянные плиты Давайте мы это сейчас рассмотрим Если я попаду на деревянную плиту, вот видите, я попал То у нас с раздатчика нам выкидывать золотое яблоко Которое я ранее уже туда поместил Вот оно, ребята, тут находится То есть мы можем просто встать, оно выкинется И можем нажать с помощью удочки Круга захвата И также яблочко выкинется Это, ребята, очень даже круто Ну и последняя новость О новом крюке захвата Это то, что сейчас, ребята Мы можем притягивать к себе блок Да Мы можем кинуть в блок и притянуть его к себе А это все еще не очень хорошо работает Потому что присутствуют лаги Не каждый раз оно притягивается Вот как видите, сейчас оно притянулось Вот я могу кинуть еще раз Нажать правую кнопочку И как видите, оно опять притянулось То есть не каждый раз оно работает Вот сейчас заработало Но, ребята, это новая механика игры Новые технологии в Майнкрафте И как вы видите, действительно, это все работает Ребята, кто думает то, что я обманываю? Потому что, знаете, под предыдущими сериями обзора Я заметил то, что многие люди в комментариях пишут Мол, Эдисон, это обман, это моды Ребята, никакие это не моды Никакой это не обман В первую очередь вы можете тут посмотреть Какой у меня снэпшот 16W21B У кого есть креатив У кого есть лицензия Майнкрафта Вы можете зайти в последнюю версию Майнкрафта Включить отображение снэпшотов И скачать вот эту последнюю версию 1.10 А на пиратке, если честно, не знаю Работает это или нет Но, все, ребята, это никакой не обман Это реально лицензионный Майнкрафт Это официальный Майнкрафт Тут все, ребята, нормально работает И это все, что вы видите Это действительно новые обновления в Майнкрафте, ребята Как видите, действительно, сейчас крюки работают Это просто-напросто офигеть. Сейчас мы, в принципе, это уже можем выложить, потому что это нам больше не пригодится. Что у нас на очереди? У нас, ребята, на очереди новые шахты. Я уже специально приготовил телепорт, я долго искал вот этот биом, но все же, ребята, я его нашел. И давайте мы подождем. Как видите, ребята, это глиняный биом. И сейчас в глиняном биоме вы можете найти, ребята, шахты, которые будут спавиться просто так, наружу. То есть вот, шахты наружу, ребята. И, как видите, тут у вас небо, вы можете просто-напросто гулять по глиняному биоме и найти вот шахту, как и я тут специально, ребята, уже перед съемкой нашел. Это обычная заброшенная шахта, которая присутствует в Майнкрафте, да. Но сейчас, ребята, она будет присутствовать в новом биоме. Это в глиняном биоме. И также она будет присутствовать, ребята, на самом верху. То есть уже не где-то внизу, да. А как видите, ребята, она полностью состоит из глины. Из глины. Но мне кажется, тут где-то будут еще продолжения. То есть нет тут, так кажется, то, что эта шахта не очень большая. А нет, ребята, все нормально, она большая. То есть, как видите, ребята, у нас тут небо, а тут у нас шахта. Это офигеть как круто, потому что ранее этого не было. И сейчас вы действительно можете найти шахту просто-напросто на поверхности. И что самое интересное, ребята, сейчас на поверхности вместе... Нифига себе, у вас тут засада три крипера так в ряд стали. А если бы вы без креатива тут играли. И как видите, ребята, я уже нашел. Мы нашли золото на поверхности. Мы нашли золото на поверхности. Как видите, я еще раз, ребята, повторюсь. Тут у нас небо. Тут у нас поверхность. Тут у нас уже шахта. И что самое интересное, в этой шахте вы можете найти золото. А золото спанится где-то там внизу, на какой-то там 20-й, 25-й, 30-й высоте. Но сейчас оно, ребята, уже может спаниться на 72-й высоте. То есть, 72. Я не знаю, ребята. В принципе, если вы хотите много золота и даже не спускаться куда-то в глубокую шахту, вы можете, ребята, его найти вот в этой шахте. Это, ребята, честно, это круто. Это круто. Но знаете что? Давайте мы вернемся домой. Вот таким необычным способом, потому что от телепорта домой у меня нет. Но все же, ребята, что я хотел вам еще рассказать. Кто помнит новый структур-блок, который мы рассматривали тоже где-то несколько серий назад. Вы смотрите, как он себе выдается. Мы можем его выдать с помощью вот такой команды структур-блок. Структурный блок, да? И кто знает, что это за блоки, в принципе, я объяснял в последних сериях, в последних обзорах. Но кто не видел, ребята, с помощью вот этих блоков вы можете копировать мира. То есть, если, допустим, у нас тут есть какой-то огромный замок, с помощью вот этого блока вы можете скопировать вот этот огромный замок, потом его нафиг взорвать, полететь куда-то в другое место и вставить вот тот замок, который вы скопировали вот тут. Это офигеть, ребята. Это офигеть. Ну, какие новые изменения, ребята? Новые изменения в этом структурном блоке. А именно вот тут, в лоад, в лоад, то есть в загрузке. С помощью этого блока сейчас вы можете изменять все. Все в Майнкрафте. Допустим, у нас вот тут есть структуры и вот эти ID, можно так сказать, или код, как это называется. Структура. Что это такое? Это ш... Вот тут, где у нас пишет 1.0, это шанс спавна, а 0 это код какого-то предмета. То есть, вы можете, ребята, сделать тут, чтобы алмазы спавнились в 10 раз больше. В смысле? Вы можете повысить шанс спавна алмазов в шахте. А сейчас с помощью вот этого блока, если вы тут, допустим, напишите 5, да, напишите 5, а сюда впишите там какой-то код алмаза. Я не помню, какой код у алмаза. Давайте посмотрим. Diamond Ore. Какой код у алмаза? 56. То есть, если сюда мы напишем 56, а сюда напишем, я не знаю, миллион, то алмазы будут спавиться на каждой высоте. То есть, сейчас вы можете полностью редактировать свой мир. Вы можете сюда, не знаю, поместить, ребята, какие-то специальные коды для деревни, да, если вы сможете ее найти. И деревня будет спавниться у вас на каждом шагу. То есть, сейчас с помощью этого предмета вы можете, ребята, изменять все. Все увеличивать спавн, уменьшать спавн, делать, ребята, все, что вам угодно. Если честно, полностью с этим еще не разобрался, но мне кажется, что это будет интересно. В принципе, это все будет круто для каких-то различных мини-игр, потому что с этим крюком вы можете действительно создать кучу различных мини-игр, где вы будете что-то притягивать, оттягивать и многое другое. Это, ребята, действительно очень даже круто. А сейчас, ребята, мы будем рассматривать последнее дополнение. Это даже не дополнение, а просто небольшая шутка. Но что именно? В новой версии Майнкрафт была добавлена команда, или точнее, возможность, чтобы вы на мобов смогли одеть крылья, то есть элитру, где она находится. Вот, ребята. А на предыдущих версиях этого нельзя было сделать, но сейчас, ребята, вы действительно сможете одеть элитры на различных мобов с помощью вот этой команды, ребята. Если вы хотите просто-напросто поприкалываться, то я смогу оставить ее в описании. Но что это, ребята, такое? Давайте мы рассмотрим. Потому что это действительно, ребята, круто. Все у нас работает, да. Давайте мы заспанем, ну, парочку зомби, на которых мы уже одели крылья заранее с помощью вот этой команды. Давайте, ребята, мы рассмотрим, что же с этого получится. И, как вы видите, зомби просто улетают. Это тут не очень хорошо видно, потому что, ну, очень маленькая высота. Но, как видите, зомби действительно немного улетают в сторону. Офигеть, как это круто. Но, чтобы вы поняли получше, я специально создал вот эту платформу вот тут на большой высоте. Мы действительно сейчас можем одеть крылья различным мобам и посмотреть, как они будут летать. Вот просто посмотрите на вот этот хаос, который там творится. Это просто офигеть. Но давайте, ребята, специально зайдем на заранее приготовленную платформу. Что это такое? Да, ребята. В первую очередь, давайте мы рассмотрим свинью. Я на свинью одел крылья с помощью вот этой команды. Давайте, ребята, мы посмотрим. Вот. И свинюшки полетели себе куда-то на юг. Я уже даже на коров нажал случайно. Ну, ладно, если вы хотите заспавиться, то, пожалуйста. Вот, ребята, смотрите, как коровы полетели. Это что-то офигеть какое странное. Я вообще даже не представляю, зачем им вообще... Почему это было сделано? Ну, сейчас, ребята, давайте мы заспанем пауков. Вот представьте вот это в Балькрафте. Мне кажется, это галлюцинации какие-то. Это хаос какой-то. Потому что это... Это офигеть как странно. Честное слово. Но все же, ребята, это очень прикольно. Выглядит это... Хоть странно, но прикольно. Сейчас, ребята, давайте мы рассмотрим... Иди отсюда. Нет, мы его столкнули и убили. Сейчас, давайте, ребята, мы рассмотрим криперов. Крипер! Давай. Прикиньте, вот такой дождик из криперов. Нет! Куда ты стал? Зараза! Крип! Привет! Ты такой подошел? Ты что-то сказал? Да. А ну иди отсюда. А ну иди отсюда! Хотелось бы вставить сюда это спарта. Но да ладно, ребята. Обойдусь. Да? У вас тут романтическое свидание. Да? Я вам помешаю немного. Но все же, ребята, это действительно было круто. То есть криперы это, ребята, офигеть. Вот падающие криперы с неба. Это просто офигеть. Сейчас, ребята, давайте мы рассмотрим эндермена. Эндермены, которые просто-напросто будут летать с помощью крыльев. Офигеть, ребята. Они куда-то так странно улетают. И самое главное, они улетают всегда в одну сторону. Не туда, не сюда, а именно в одну сторону. Членки у меня на 16. Поэтому мы видим только дотуда. Но все, ребята, это очень даже прикольно. Сейчас давайте мы рассмотрим стражу. Стражи выглядят очень прикольно. Потому что, смотрите, ребята. Они как будто рыбы. И они как будто летают. Летают в небе. То есть, ребята, это действительно круто выглядит. Это круто выглядит, как будто они куда-то улетают. Стражи это прикольно, ребята. Гуардиансы, да, как они называются. Это прикольно. Но сейчас, ребята, тут у нас есть что-то необычное. Я специально сюда не написал ничего. Как видите, тут у нас... Да то... Они друг друга начинают спавнить. Даже коров заспавнили. Но, ребята, что у нас тут такое? Тут у нас гиганты. Кто не знал, в Minecraft действительно существуют гиганты. Посмотрите на того паука. Что он там делает? Что он там делает, ребят? Видите, вот того паука. Там он что-то странное делает. Сейчас, ребята, давайте мы рассмотрим гигантов. Офигеть. Офигеть. Смотрите, что там происходит. Да, лучше гигантов, ребята, не спавить. Потому что это будет что-то нереальное. Так, я тебе немного скину. Хоть ты, в принципе, уже в пропасти, да, там стоишь. Но всё же. Пока гигант. Он не умрёт. Да, конечно, он не умрёт. У него там столько жизни, что это с ума может сойти. Но сейчас, ребята, я для вас приготовил что-то необычное. А именно, ребята, сейчас мы устроим полный, полный, полный хаос. Это уже можно уничтожить. Но всё же, ребята, давайте мы рассмотрим, что же у нас сейчас будет. А будет действительно много чего необычного. Потому что сейчас мы заспауним этих всех мобов сразу. И посмотрим, смогу ли я взорвать нафиг вот этот мир. Или быстрее всего у меня просто-напросто взорвётся мой компьютер. Ну что, ребята, вы готовы, чтобы я нажал на вот этот рычаг и просто заспаунил вот этих всех мобов? И посмотрим, что же тут будет происходить. Ну давайте, ребята, давайте. Раз, два, три. Это просто офигеть. Что это такое? Представьте, ребята, представьте. У вас в такой малькрафте будет происходить. Что это такое? Мобы, которые просто-напросто летают по вашему миру. Мне кажется, у меня сейчас компьютер нафиг взорвётся. Поэтому давайте мы остановим вот это безумие. Это просто офигеть, честно. Дайте, дайте я остановлю вот это. Дайте я остановлю вот это. Круто. Да давайте за ними последуем. Я не знаю, куда. Нет, не буду я никуда следовать. Меня, в принципе, вот эта гора уже устраивает. Тут уже всё очень, ребята, даже круто. И, в принципе, вот на этом фоне мы будем заканчивать эту серию. Я надеюсь, что она вам, ребята, понравилась. Если вы хотите видеть больше обзоров на новые версии Майнкрафта, на 1.10, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Если мы с вами набрём 3000 лайков на вот этой серии, то я завтра же выпущу новую серию обзора этой версии Майнкрафта. Ребята, это очень просто. Просто поставить лайк за одну секунду. Ну, и если мы все дружно соберёмся, мы набрём 3000 лайков всего лишь за один день. Я, ребята, обещаю, что завтра выпущу уже новую серию. Просто обещаю. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружу с ними подписчиков. И, конечно же, ребята, конечно же, делайте репост этого видео в ВКонтакте. Делитесь с друзьями, чтобы они также зашли и посмотрели на новую версию Майнкрафта. И, конечно же, ребята, пишите в своих комментариях, что вы думаете о новой версии Майнкрафта. Хотите ли вы, чтобы разработчики продолжали вносить вот такие различные изменения. Я, ребята, не знаю. Пишите в комментарии. На самые интересные комментарии я, конечно же, буду отвечать. Также, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день. Я каждый день вас буду ждать, ребята. Всегда приходите. Я всегда буду рад вас видеть. Сейчас, ребята, я скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.